привет всем видео сегодня будет необычным и долгожданным для зрителей для меня я много раз спрашивали чтобы я посоветовал какие-нибудь книжки или рассказал какие книжки на меня сильно повлияли я тщательно продумал этот вопрос составил short лист и готов поделиться текстом я готового нет так что буду импровизировать если буду оговариваться буду монтировать ничего страшного я решил рассказать не просто про 10 книг 10 таких как бы островов то есть каждая книжка она является со входной точкой в некую область и вот про эти 10 областей я хочу сегодня рассказать как я их выбрал конечно книжек гораздо больше и даже вот рядом с теми что здесь лежат неподалеку лежат гораздо больше книг вопрос о том чтобы выбрать лучшие книги очень сложный это вопрос на который почти невозможно ответить поэтому я его переформулировал и решил спросить себя так а какие книжки я перечитывал много раз доволен тем что я их перечитывал и готов перечитать снова то есть явно буду смотреть снова оказалось что на этот вопрос гораздо легче ответить я просто прошелся по книжным полкам посмотрел что реально я вот читал много раз и что из этого явно буду читать снова и из этих уже книг выбрал свой short лист перечислять я буду в порядке без какого-либо приоритета я даже не все из них помню в каком порядке по времени они ко мне пришли и не все помню как пришли но так или иначе они все пришли часть книг здесь отсутствует потому что они либо у меня на руках находится у кого-то либо они в электронном виде когда так про такую книжку буду говорить я буду добавлять в монтаже уже поверх изображения обложки как она выглядит до предваряю вопрос зачем этот вот костюм за тем что взрослый человек и мужчина тем более который время от времени работает руками обрастает рядом особых примет которые я тоже не хочу показывать так что вот такой у нас спортивный прикид надеюсь он не помешает нарисовать книжки ну что же начнем с небольшого острова все гон джеймс кладу даже те кто книжку не читал слышали про мини сериал сериал конечно неплохой но он даже близко не подходит к содержанию книги я не помню из какого любопытства я решил я сначала посмотрел сериал давно давно там когда его первый раз показывали потом просто ради интереса попробовал почитать много лет спустя и книжка произвела неизгладимое впечатление вот если читал ее на английском языке этот русский вариант я купил специально чтобы давать почитать родственникам знакомым кто не знаком но хочет перевод фиговый откровенно то есть на 3 наверно по пятибалльной системе но для ознакомления если нет других вариантов если не умеете читать по английски то в общем сгодится перевод не ужасный посредственный на английском языке книжка свободно лежит по моему на либру любой желающий может скачать и прочитать пробовал другие книжки джеймса клавала что-то как-то у меня не пошло там про второй мировой уже времена и так далее что здесь важнее даже трудно сказать я не думаю что она историческая какой-то очень большую ценность представляет конечно самое главное здесь это отношение между людьми политика с одной стороны и умение политически мыслить и действовать и личные отношения причем тут и романтика и отношения начальный подчиненный очень круто выписаны главный герой наверно не самый главный герой но в общем один из главных героев таранага просто мега человек во многом хочется и нужно с него брать пример ну пусть не во всем но во многом я думаю что по своему подходу он чем-то близок фрэнку андервуду из карточного домика я часто думаю некоторых ситуациях думаю кто бы победил вот в этой ситуации кто кого переиграл бы таранага или фрэнк андер вот и и думаю что во многих ситуациях таранага скорее всего его переиграл бы потому что таранага круче смысле умения мыслить смысле умения владеть смысле умения понимать людей они конечно оба очень круты ну таранага просто этот сверхчеловек вот так же здесь очень неплохо показан феномен столкновение двух культур когда вроде там цивилизация тут цивилизация но они сталкиваются и в общем много недопонимания и много интересного взаимного обучения потом в другой книжке эта тема тоже будет задета так что на мой взгляд это мастрит всячески рекомендую вот на меня оказала огромное влияние и думаю еще будет оказывать дальше мне потом один коллега советовал прочитать для сравнения просто чтобы сравнить достоверность документальное произведение русское называется фрегат паллада вот она таскать более написано документально потому что это люди которые реально участвовали в экспедиции в японию и как устанавливали отношения с японии в царские времена ну книжками не пошла честно говоря она очень тяжелым языком написано и все таки здесь направление изложения другое она по другое написано кто хочет более документального наверное стоит посмотреть фрегат паллада раз уже заговорили про столкновение культур поверх этой книжки должна лежать другая книжка даже две книжки первая английская книжка называется the culture code автор клатер рапай сверхчеловек буквально его есть немножко на ютюбе это по образованию психиатр который занимался аутичными детьми потом по стечении обстоятельств переквалифицировался и начал использовать свои мега знания для продвижения товаров и в общем для рекламы многие слоганы которые мы знаем из рекламы типа лореаль эти вы этого достойны в оригинале придуманы при непосредственном его участии машина например пяти круизер которые вы все знаете по виду это лично его творчество и в общем еще множество других вещей и читайте книжку нужно конечно же не из-за маркетинга и не из-за того чтобы продавать ну если вы еще и продажник то конечно вам наверно она тоже пригодится ту книжку имеет смысл читать для понимания всяких глубинных вещей то что он называет кодами и технологии и подходы к которым используют чтобы раскрывать коды и в той книжке часть кодов собственно раскрыта то есть что например американец имеет виду как сверх идею когда говорит или думает про автомобиль что мы думаем или имеем ввиду когда говорим про здоровье про красоту про любовь про алкоголь и так далее и так далее мы как бы не осознаем этих вещей но вот он занимается именно тем что вскрывает в книгом сообществе некое такое глубинное подсознательное коллективное восприятие никого предмета или понятия и оригинальная книжка называется the culture code здесь она у меня в электронном виде поэтому и здесь нет позже вышла книжка в русском переводе случайно увидел обалденно качественно передина называется культурный код clotter rapai обложку добавляю на экран очень хорошо написано читать можно со случайного места много раз читал перечитывал и буду читать снова видео rapai тоже заглядение просто то что на ютюбе есть даже где немногие обрывки несколько его лекций там он рассказывает вещи которых книжках нету эта книжка заявлена как продолжение то есть обычно код локализуется в конкретной стране вот накрыл несколько секретов которые он заявляет по крайней мере что есть коды которые универсальны во всем мире и вот эта книжка так мы посвящена им по отзывам книжка более слабая я ее еще не прочитал она ко мне приехала лежит ждет своей очереди но в первую очередь рекомендую все-таки первую его книгу она не первая из всего что он написал но она та которая принесла ему известность the culture code clotter rapai столкновение культуры то вот если вы читали и сёгуна и будете читать его то там будет множество взаимных пересечений похожих идей то есть в общем столкновение культур вызывает одни и те же знакомые феномены автор которому я обязан в общем вхождением в тему вообще мужского движения это уоррен фаррелл конечно же вот свое время когда так сказать у меня была тяжелая психологическая ситуация я занимался попыткой осознать то что происходит тут и механика отношений в семье и более глубоких там и хвосты которые собственные и собственно детства тянутся и в общем никакая книжка готовыми не помогала я пытался искать обрывочные фразы в интернете там по-русски на яндексе потом по английски на гугле попытки такие сформулировать то есть в чем собственно проблема была и вот в конце концов на русском мне ничего не принесли поиски там кроме каких-то обрывочных статей а на английском google мне принес цитату из книжки ваймен а давай да почему мужчины такие какие они есть я быстро нашел кусок из этой книжки прочитал понял что это да это что мне нужно срочно вот и заказал сразу несколько здесь не все книжки представлено у меня его полное собрание собрана кроме последней книжки которая называется the boy crisis я не все знаю уже в общем видел интервью вот меня есть на смущает что она написана в соавторстве с джоном греем джон грей это автор книжки мужчины с масса женщины с венера он у меня тоже большом количестве есть но в этот список я бы не стал включать лучший остров джон грей у меня очень противоречивое чувство вызывает поэтому ну надеюсь что вроде по отзывам книжка хорошая суммирует некоторые проблемы которые тут и других книжках тоже раскрывались но в общем ворон фаррел вплотную раскрыл тему кризиса мальчиков до кризиса мужчин который начинается то есть ноги у него растут из детства и про это он написал последнюю книгу кроме этой последней книги у меня есть все вот здесь только некоторые представлены это самая главная книжка с которой началось моё с ним знакомство она очень старая она написана восьмидесятые годы многие тут идеи и данные устаревшие вот но с тех пор данные все нарастали и нарастали его же родственная книжка миф о власти мужчин если помните фильме красная таблетка там она упоминается многих мужчин с нее начиналось знакомство с этой темой примерно того же периода но поновее женщины не слышат того о чем мужчины молчат вот и это наверное одна из самых поздних и мне вот была близкая тут некоторые практически очень ценные советы все-таки он не просто теоретик он практик психолог психотерапевт отцы и дети объединяются снова скажем так и июня причем тут имеется иду отцы и действующей семье и в семье распавшиеся и в целом философском смысле тоже очень много справочных данных когда приходится на форумах спорить там что например а докажите почему источником опасности главным является мамы там или а откуда вы взяли что два самых главных опасных человека это мать и не биологические и значит друг откуда вы взяли что там мужчины тратит на домашнюю работу столько же или даже больше чем женщины вот у орена фаррелла огромные списки литературы со ссылками на справочники каждая цифра до которой приводится она обязательно идет справочники в конце с цитатами с отсылками к оригиналу и так далее потому что книжки пишутся строго эти люди знают что за каждое не так сказанное слово им пролетит поэтому они следят за тем что говорят вот у орена фаррелл все это есть это так сказать моя входная точка в западное мужское движение ну собственно никакого другого движения не было тогда так что вот большое ему спасибо надеюсь когда-нибудь мы еще с ним лично пообщаемся наверное по родственной теме можно перейти эта книжка одна в своем роде она никакого такого облака такового не образует хотя не совсем так я только что про нее говорил и надо упоминаю на форумах там обсуждениях книжка алька болды на обещание себе написано по результатам его развода его очень длинные судебно-психологической тяжбы с его бывшей женой вокруг дочери там много всяких скандалов очень тяжело я был читать на что-то очень личные переживание человек который ты прошел все таки он по-другому все это знает по-другому описывает а такие есть мелочи которые невозможно знать заранее которые вот но человек который ситуацию не проходил он не поймет просто местами о чем это написано если у вас есть опасность попадания в ситуацию отчуждения родителя или уже в этой ситуации находитесь то это было бы большим подспорьем потому что все таки не только констатация того что происходило но еще и путь выхода чем закончился его путь хотя он был очень очень непростым в середине здесь авторы знакомят нас он стал то в соавторстве с человеком здесь где-то селедки есть введение в тему что такое синдром отчуждения родителя пас и он знакомит нас тем кто такой доктор ричард алан паркер интервью которого я размещал интервью выступления ссылочку даю углу посмотрите я все еще не дошел до секции вопросы ответы но основная часть все-таки он там доносит большому моему сожалению здесь должна была бы быть книжка самого ричарда гарнера который называется parental alienation syndrome самой последней редакции умею к сожалению еще нет вот не сложилось ее купить и прочитать я знаю все содержание они я знаю все что не сказано но сама книжки у меня нет она явно должна быть здесь в этом же облаке ричарда уже нет в живых но есть ряд ученых там психиатров которые продолжают тему надеюсь что и книжки у меня их появится и может быть даже с кем-то из них удастся и поговорить на тему синдрома отчуждения родителя очень тяжелая книга очень многое с ней связано желаю чтобы она никогда вам не понадобился на практике но для образования очень полезная вещь книжки по воспитанию особенно по воспитанию отцовства вот две другие книжки и здесь просто пример то есть у меня их вообще-то много это так просто на вскидку от книжки которых много и книжки честно я не о чем я искал какую-нибудь полезную информацию где что-то было бы про серьезный подход такой высокий подход к воспитанию вообще там к семье в частности и так далее и большинство книжек вот вот это вот книжка кстати она на русском языке тоже есть и даже где-то у меня здесь есть бесполезные такие книжки ни о чем за все хорошее против всего плохого то же самое в общем от коррент интенсии зла в лоджик и это искать не как родственные книжки а наоборот для контраста вот эта книжка совершенно особенные я хоть и искал книжки потом похожие вы не удивляйтесь что многие книги в таком не очень хорошем состоянии большинство из них куплено поддержанными так они стоят гораздо дешевле иногда там 10 раз дешевле чем новые поэтому когда есть книжка тем более если они очень уверен содержимым я беру поддержаны это и на амазоне есть и там специальных магазинах так что они приходят иногда из библиотек иногда из частных рук с разной степени повреждения вот меня стараюсь выбирать чтобы состояние было хорошее и очень хорошее вот эта книжка частности пришла поддержаны единственная книжка какая мне пока попалась действительно очень серьезно и глубоко раскрыта тема мужчины роли в семье и конкретно но в основном конечно до роли отца тут человек и верующий то есть в какой-то степени он опирается и на на библию но в основном больше на психологию и вот часть которыми не близко ну как бы я с ней мирюсь но в общем сам так действовать не готов он очень такой бизнес подход описывает прям у него например есть месячный план чего вы хотите достигнуть за например там неделю месяц там например улучшить отношения там со средним сыном и вот прям план с расписанием планинг вот примерно также кстати говоря выглядят планинги у очарований женственность только там женские да это вот мужские планинги то есть вот например 90-дневные семейный план записывается план шаги которые нужно сделать и вот галочками прям что нужно сделать например расписание расписание встреч там с детьми один на один обязательно такое время есть точно тут много чего очень много интересных упражнений для нас настоятельной работы чисто на психологию то этих в резках таких где-то было например там упражнение такое напишите некролог о себе очень много информации связано со сознанием себя своей роли вообще и так далее вот я не буду она заслуживает поддельного но отдельного подробного разбора я не буду про это подробно останавливаться вот смотрите просто это одна из иллюстраций парадигма таскать некая идея как автор предлагает смотреть на свою роль отцовскую и парадигма это выглядит как колесо там если не очень видно сейчас зачитаю вот значит самое самое основное я про это вот упоминал недавно в ролике на оси написано осознайте свою значимость тут там по каждому пункту отдельная глава посвящена это вот просто в том числе про взаимоотношения со своим собственным отцом второй слой действуйте намеренно то есть что не нужно это к этому подходят к искусству да что нужно ставить цель разделять ее на части и по шагам к ней двигаться гайки которые держат колесо на оси быть проактивным устанавливать четкие измеряемые цели прям бизнес подхода в общем будьте верны целям держитесь установленных целей управляйте своим курсом то есть курс нужно подкручивать и регулярно пересматривайте и оценивайте свой прогресс это вот пять гайк который держит все это на оси 3 используйте свою сеть тут мелко видно но в общем взаимодействие с другими отцами делитесь опытом учитывайте особенности собственного ребенка ресурсы книги пленки семинары мать и ее вклад учителя тренера боссы родственники и так далее это как бы спицы этого колеса передавайте жизненные навыки и принципы это вот собственно шина используйте по максимуму свои моменты этот момент когда нужно именно нажать в нужную точку и наконец ваше наследие следы то что вы оставляете в качестве наследия вот вроде бы совершенно простая идея восприятие отцовство так такой конструкции инженерные колеса который выполняет функцию определенные определенным образом работает но из нее очень много чего видно и очень много чего можно проилюстрировать общем обалденная книжка иногда просматриваю с со случайного места вот хоть честно говорят это планирование я в жизни внедрил как-то нами не близкого но пока по крайней мере может что-то изменится со временем вот но что касается вот психологических моментов тут их много очень это просто вот шедевральная книга к сожалению никаких аналогов я пытался найти по там на amazon например показывает книжки которые вас также могут заинтересовать и вот к этой книжке к сожалению идут вот такие вот книги совершенно бесполезные пока ничего равного я не нашел и что-то как ты даже не знаю я не смотрел есть ли еще книги этого автора возможно у него есть что-то еще вот но пока вот эта книжка просто единственная в своем роде настольная книжка по такому осознанному отцовству и в этом смысле совершенно уникальная дальше но я уже много раз упоминал робина бейкера здесь сверху должна лежать книжка которая называется sperm wars она у меня сейчас на руках английский вариант и она же меня есть в электронном виде сначала я купил в электронке русский вариант даю ссылку недавно обозревал это ее же перевод вот этого тома 2 пока нет он еще не существует обалденные книги как бы их считаю их за одну не помню уже где наткнулся на них кто мне дал на них наводку очень сильно поменяли мировоззрение поставили так сказать сознание на рельсы на определенные и теперь даже когда кино смотришь как автоматически романтической какой-нибудь кино там или с эротическими моментами сразу думаешь с какой главы и что тут за механика происходит насколько это правдоподобно может это быть или не может быть 3 том который здесь тоже нет что у меня тоже вы трону виде это секс или фьючер в принципе их считаю за одну книжку три книжки по сути это одна книга вот остальное это было таскать порядке уже изучение тема наш фраджил сайнса про не упоминал очень интересно тут много одна глава одна проблема например про загар как так получается что вместе с продажами защитных кремов растет процент рака кожи вот например здесь раскрывается генноманифицированные продукты и так далее очень любопытно то есть автор гораздо шире чем просто занимается продуктивной частью художественная книжка и обозревал даю ссылку на всякий случай вот и жду вторую книжку его художественную тоже обалденная вещь вот это куплен новый просто на бумажной обложке вот это еще не читал тут он редактор доктор который участвовал создание мистикой миграции она у меня отложена уже год она лежит ждет своей очереди думаю что очень интересно робин бейкер кроме всех вот этих вот репродуктивных вещей также занимался исследованием магнитного ориентирования животных и людей и вот эта книжка вся так понимаю посвящена вот этим исследованиям надеюсь что я до нее дойду я такие книжки в детстве очень люблю научно популярные про животных и про людей тоже ждет своего часа но главное все-таки вход знания о репродуктивной системе человека совершенно но новые точки зрения и на новой глубине очень так как в школе не преподают это робин бейкер джон фауз джон фауз джона фауза мне посоветовали когда одна из коллег на моей там древней работе увидела какое на меня глубокое впечатление произвел фильм шоу трумана которым нужно отдельно говорить я считаю это шедевральный фильм и он во многом родственен вообще теме мужского движения и красной таблетки там собственно красная таблетка изображена в некотором роде да и вот мне коллега сказала да тебе нужно прочитать волхва джона фауза я прочитал меня на русском языке собрано полное собрание сочинение его вот и это вот один из писателей которых я прочитал целиком все все что джон фауз написал я все прочитал и избранные вещи купил на английском языке потому что все таки конечно оригинал приятнее читать если что оригинал не снабжен поясняющими ссылками потому что там много всяких отсылок художественной литературе к музыкальным произведениям и общем всякие аллюзии которые не зная трудно понимать то есть нужно по каждому такому чиху нужно лезть в интернет вот но все-таки оригинал есть оригинал если чего не посоветовал джона фауза можно советовать читать целиком абсолютно это очень интересная тема между прочим в чем-то пересекается с тематикой рубина бейкера тут и психологии много и мифологии мне тоже близко все это юнгянщина так сказать и древнегреческие все эти вопросы у него книжка которая называется my god червь наверное единственное что я бы не советовал просто потрачены пустое время и сборник статей червоточины какой-то тоже такой не очень варм холлс он называется в оригинале все остальное прям ну шедевральные вещи вот волк в конкретно эта вещь которая просто наверно must read то есть хотя бы раз жизни человеку стоит это прочитать вот крас амит квинунком амавит квикью амавит крас амит вот видите в английском варианте даже перевод не дается то есть нужно влезть и посмотреть что это значит я уже читал это много раз поэтому я могу не подглядывать это так сказать просто по родственной теме я пока сколько когда писатели по-настоящему интересен интересно откуда выросли ноги вот например у волхва вот я нашел ссылку что ноги у волхва растут из алина фурне большой мольни его нашел случайным образом на русском даже языке прочитал но это так для понимания откуда вырос коллекционер джона фауза про него нужно на отдельно рассказать и есть фильм очень неплохой по коллекционеру я наверное сделаю скоро видео где будет частично по крайней мере эта тема раскрыта в общем джон фауз это такой остров большой который занимает много у меня в сознании и вот магиуса можно открывать с любого места читать все действительно интересно тут все очень всего много ну что теперь заденем наших отечественных писателей видите такая вот совершенно заношенная книжка потому что она много раз читанная много раз давалось на руки я знаю что отношение к пелевину сложные в общем и люди к нему по-разному относятся вот я для себя считаю что виктор пелевин это великие русские писатели нам повезло жить в то время когда он пишет у него множество действительно великих произведений вот но все-таки я пальму первенства абсолютную должен отдать омон ура я читал его бесчетное число раз и наверное буду читать еще это конечно книжка там кто-то думает что это наезд на ссср на космос она вообще никакого отношения к космосу не имеет на мой взгляд эта книжка про внутренние преображения внутренние изменения сознания человека и под действием возраста и под действием внешних воздействий она небольшая вот тут правда старая книжка это жизнь насекомых тоже очень серьезное произведение вообще-то там кстати тему вот папа и сын про жуков кто помнит да ладно отдельная тема амун-ра это конечно даже если убрать все остальные книги которые виктор пелевин написал и оставить только амун-ра я считаю все равно можно было бы назвать его великим русским писателем вот есть еще конечно очень сильные книги вот например его же очень сильная книга такой настоящий серьезный роман в общем у меня практически полное собрание сочинений это даже не все книжки еще так вот то что быстро под рукой попалось что-то на руках находится но для преображения сознания так сказать пробуждений в чем-то речь опять же про красную таблетку хотят тогда мы так не называли да ну в общем амон-ра спасибо им большое не знаю в общем жизнь была бы не полный виктор пелевина второй отечественный автор наверное тоже можно назвать великим русским писателем хоть он и менее известный кто не знает михаил харитонов это творческие поседаниям публициста константина как анатольевич крылова у него очень много чего написано вот правда мне он там сейчас написал большой фанфик по стругацки мне просто стругацкие не близки поэтому и фанфик я не читаю вот там большая тема про по золотой ключик еще там переработка творческая истории про буратино но вот книжка успех наверное который можно рекомендовать в качестве такого въезда в тему кто такой михаил харитонов как писатель действительно великий человек здесь не только поезд здесь еще раз к рассказы короткие тоже очень познавательные глубокие достаточно он хотите узнать что такое понятие отрицательного опыта прочитайте между волком и собакой вот выбирались тоже необыкновенная вещь вот но конечно центральная здесь это такая мини-повесть успех моргенштерн ну тоже очень под в этом дизайне выходил несколько книг разных можно рекомендовать все но вот для вхождения в тему кто он такой вот есть публицистические книжки вот это например публицистика просто по это так сказать изданные жиже потому что этот человек много писал жиже писал интересно то есть его действительно можно было читать и мне так уж повезло что я лично встречался с константином анатольевичем и у меня эта книжка с автографом за что я вам большое спасибо вот хоть она такая не художественная вот но иногда тут есть что перечитать но михаил харитонов успех это вхождение тема михаила харитонова так и у нас остался большой такой остров я буду его таскать показывать частями когда-то давно роджер уатерс написал вы знаете сольный альбом кто владеет темой пинг-флой которая называется amused to death там все кто копал немножко тему знаю что это альбом был написан под действием книжки и вот мне заинтересовало что же это было за книжка я купил книжку и прочитал книжка это было нил постмана нил постмана между прочим основу слышал что по его книге сделали альбом но он такими вещами не интересовался и еще не слушал книжка произвела нами неизгладимое впечатление вот и перечитал множество раз и пытался продвинуть ее издание на русском языке она у меня даже с лично мной переведена где-то на треть есть текст не знаю можно выложить и могу поделиться я не смог заинтересовать издательство чтобы ее перевели что очень жаль потому что книжка конечно на восьмидесятых годов она во многом уже опоздала книжка про воздействие телевизора на на все стороны жизни и он это пишет гораздо глубже чем то что пишут там не знаю наши брошюрки церковные там адское воздействие сатанинского там телевизора нет тут все гораздо глубже это профессор это основатель новой совершенно ветки науки который называется media ecology экологии медиа он очень очень глубоко разбирает все эффекты связанные с носителями с любыми носителями просто вот эта книжка посвящена конкретно телевидению и там до контраста приводится как например он соотносится с воздействием книги книга тоже воздействует на общество на людей на все собственно любая новая технология тем более носитель воздействует на общество очень сильно это самая известная книжка вот и поскольку она пропала меня неизгладимое впечатление я собрал полное собрание сочинений него послана не знаю все ли они прямо сейчас стопки но в общем вот например есть его авторство с авторстве учебник как смотрите в теле новости я вас уверяю если вы думаете что вы умеете смотреть теле новости вы этого не умеете делать эта книжка который после которой вы по-другому начали бы смотреть новости или вообще прекратили бы их смотреть совсем любопытно строим мост 18 век как прошлое может улучшить наше будущее это вот про великие идеи 18 века которые могли бы применяться и сейчас the end of education это не про конец образования это про смысл образования не слова n в другом значении используется то есть чем изначальный смысл образования если вы думаете что знаете об этом то нет вы не знаете технополия так сказать диктат технологии как наша жизнь определяется во многом технологиями то что они могут делать не могут делать такая глубокая философская вещь есть интервью интернете интересны сборник статей и консенсус обжекшенс любопытные такие местами сатира попытки быть сатирическим очень сильная книжка у меня есть статья переведенная там давал уже ссылку могу снова бросить исчезновение детства это в общем-то во многом пересекающая система с телевидением это вот полный вариант статья там это укороченная версия трон сам написал очень серьезная книга по моему здесь его фраза идет что children of the living messages we send to a time we will not see дети это живые послания которые мы отправляем во время которого не увидим очень серьезная книга такая очень показывает что детство она не всегда существовало но появилась определенный момент и также может исчезнуть это наверное библиотечная даже редкость это одна из первых книжек руководство для студентов как преобразовывать школы и вузы а вам это не все книги что меня есть но общем все-таки главное а чего я хотел рассказать это веселимся насмерть публичный дискурс век шоу бизнеса это необыкновенная вещь вот поскольку я вошел в эту тему воздействия на технологии на социальную жизнь довольно плотно то потом естественно захотелось и чуть-чуть глубже уже это влезть не у постман это ученик маршала маклюйна кое-что из него тоже есть наверняка даже с не слышали про самого маклюйна вы слышали фразу до медиум и за месяц этот человек который эту фразу изрек а вот в этой книжке не у постман эту фразу корректирует до фразы до медиум из за метафор что носитель существенной мере определяет какого типа послания могут через него передаваться если носитель не может передавать определенный тип сообщений то никогда и не придут больше прекратят у маклюйна очень тяжелые книги для понимания очень тяжелый язык они оба вообще-то профессора английского языка но не у постман между прочим всю жизнь писал ручкой все его книжки написаны ручкой и он тут подробно даже где-то в какой-то из них объясняет что это влияет на то как что получается в итоге то есть что его книжка именно рукописная писался от руки уже потом издатель ее издает но он принципиально не детектировал их там не на машинке не на компьютере и так далее книжка очень легко читаются маршал маклюйна книжки очень тяжелые сложные для понимания для чтения что такой реально тяжелый язык реально тяжелые идеи в общем если интересно вот гутенберг galaxy это про как повлиял книга печатание на все на всю нашу культуру вот андерстальные медиа это такое введение вот в тему который постман позже развил у него постман есть одна фактически только такая большая лекция в интернете я обязательно переведу она заслуживает хорошего качественного перевода называется она 6 вопросов которые нам нужно задавать о каждых о каждом технологическом новшестве вот такой остров не у постман был совершенно человек синие таблетки в переводе на ваш язык язык мужского движения но идеи которые он говорит про подходы которые он говорит как он умеет мыслить и формулировать необыкновенно точные вот даже лекции которые посвящены технологиям там потом когда это не дойду из нее можно аналогии приводить про все что угодно там и про брак и про семью и про и так далее садила вот кое-что из той же области даже на русском языке выходила это он ссылался в одной из книжек на льюис вамфорда миф машина вот его даже на русском языке нашел в общем это для тех кто хочет покопать тему технологии и общество как технологии влияют на наши социальные отношения ну вот на этом пожалуй спасибо за внимание многие из этих книжек заслуживают того чтобы о них подробно рассказывать я пробежался с тем чтобы раскрыть вот основные так сказать такие острова смысловые которые на меня сильно повлияли и когда я что-то говорю или пишу или обдумываю то вот это мои как бы мысленные инструменты которыми я думаю потому что язык и словарь это собственные инструменты познание описание мира и вот вот инструменты которыми во многом определяется то как я мир вижу как я его познаю я естественно расширяю свои это это не все острова это вот наверное главное то что я решил вынести в шортпист всем спасибо за внимание вот наверное захотите какие-то вопросы задать и я обычно не очень активно отвечаю на вопросы на ютюбе но если что-то интересно пишите на этот конкретно ролик я уделю ему время и постараюсь на разные вопросы ответить джон фауз по-моему лежит весь на лип на липру по моему в открытом виде там или и русские английские так что очень читать может что угодно харитонов выкладывает свои тексты бесплатно они лежат у него на сайте там найдите так что так спасибо за внимание вопросы предложения пожелания оставляйте всем пока и удачи спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание